Новое слово в производстве банковских услуг. В Люберцах открылся Фиджитал офис Альфа-Банка. Это инновационное пространство, которое кардинально меняет представление о традиционном облике финансового учреждения. Наша сумочная группа побывала там и оценила возможности современных технологий. Здесь нет стоек с компьютерами, бумажных талонов и очередей. Вместо этого мягкие кресла, уютные столики с зарядкой для смартфона и приветливый собеседник, готовый ответить на все вопросы. Так выглядит офис будущего от Альфа-Банка. Юбилейный в Подмосковье, 15-й по счету, открыл свои двери в центре Люберец. Фиджитал – это сочетание физического и цифрового. То есть вы видите перед собой абсолютно другой формат банковского офиса. Подразумевает под собой наличие всех самых современных, совершенных технологий цифровых. И вместе с тем физическое присутствие. То есть здесь есть люди, сотрудники. Офис универсальный. Здесь представлен весь спектр банковских услуг. Жительница Люберец Светлана Родичева одна из первых посетила обновленный Альфа-Банк. Давней клиентке есть чем сравнить. Нет этой очереди, когда ты заходишь и не знаешь, куда деваться. То, что тебя, так скажем, сканируют при входе, определяют уже тебя и к себе подходит менеджер. Это очень удобно, потому что ты не тратишь время на поиск окна, куда тебе подойти. Я думаю, что новый формат, он более продуктивен. Поздравить коллектив банка с новым местом и новым форматом работы пришли почетные гости. Среди них глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Для нас очень приятно, что для наших жителей на центральном перекрестке это историческое место. И этот перекресток самый насыщенный по проходимости. Конечно же, сейчас еще идет степень строительства. В следующем году первый этап самой эстакады будет закончен. Здесь будет произведено благоустройство к концу года. Конечно же, это все будет выглядеть по-другому. На сегодняшний день в России открыто более 200 подобных инновационных офисов Альфа-Банка. Переформатирование отделений будет продолжаться. И Банк будущего придет в каждый город.